Бог пошлет вам нужного человека в нужное время. Доверьтесь ему. Каждый раз, когда хотите сдаться, Бог испытывает вашу веру и силу. Он не забыл о вас и не бросил. Вы когда-нибудь чувствовали, что уже ничего и никого не хотите? Смертельно устали от всего и от всех, когда сама мысль о новых знакомствах и свиданиях вызывает категоричное «нет». С вас хватит, хватит всех этих токсичных, самовлюбленных и эгоистичных нарциссов, которые входят в вашу жизнь исключительно для того, чтобы разрушить ее, подлых и неверных, лживых и жестоких. Зачем в который раз надеяться и верить, если в конце концов все заканчивается одинаково? Возможно, следует просто сдаться, уже никого не искать и ничего не ждать. Смириться с тем, что найти настоящую любовь в наше время, просто невозможно. Если подобные мысли возникают все чаще и чаще, этот ролик для вас. Если уже решили, что никогда не встретите того, кого искали, просто досмотрите до конца. Потому что именно сейчас, когда так хочется опустить руки, как никогда важно не делать этого. Каждый раз, когда хотите сдаться, Бог испытывает вашу веру и силу. Он не забыл о вас и не бросил. Он очень внимательно наблюдает за тем, как поступите, какое решение примете, решитесь лейте вперед. На самом деле именно сейчас Бог испытывает, насколько вы храбрые, насколько полны решимости любить и быть любимыми. И самое главное, это экзамен на терпение. Хватит ли вам его, чтобы несмотря на все неудачи и разочарования, верить и ждать, идти вперед и не останавливаться? Возможно, вам сложно поверить в то, что я говорил. Вы слишком долго искали и устали. Вы слишком часто открывали свое сердце не тем людям и потом залечивали раны. Я понимаю, но поверьте, у Бога есть план для вас. Ничто не происходит просто так, у Бога есть план абсолютно для каждого живого существа на этой планете. Конечно, бывают моменты, когда мы не можем понять, почему все происходит именно так, но в конце концов, все становится ясно. Так что все в вашей жизни происходит по какой-то причине и только Бог знает ее. Что же делать, встречаться, не встречаться, верить, не верить? Ответ один – довериться Богу. Он пошлет вам правильного человека в правильное время. Да, не тогда, когда вам больнее всего и так хочется, чтобы кто-то обнял за плечи и успокоил. И не тогда, когда вы с надеждой всматриваетесь в будущее. А скорее всего, когда вы меньше всего будете ждать любви. Почему? Бог знает, какое время для вас – самое лучшее. И спустя годы, оглянувшись, вы осознаете, насколько это было правильно. Ваша жизнь целиком в руках Божьих. Он видит все, что с вами происходит. Он понимает все, что вы чувствуете. Жизнь прекрасна. И Он вовсе не хочет, чтобы вы печалились и грустили. Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Чтобы ваши глаза светились от радости. Так и будет. Он приготовил для вас встречу с тем единственным, тем родным. Вашим человеком, кем-то, кто предначертан вам судьбой. Речь не о том, что это будет идеальный человек. Таких попросту не существует в природе. Но это будет именно тот человек, который нужен именно вам. И это единственное, что имеет значение. А цвет волос, рост, вес, социальный статус и так далее. Поверьте, это совершенно будет неважно. Главное, что это будет ваш человек. Одно «но», о котором следует знать, вы встретите этого человека, скорее всего, вовсе не тогда, когда захотите. Он появится в вашей жизни только тогда, когда вы будете готовы к этому. Он появится только тогда, когда вы станете теми, кем должны быть, и Он, также. Запомните, Бог всегда знает лучше, когда два человека готовы встретиться и полюбить друг друга. Бог всегда знает лучше, когда для этого – самое подходящее время. А когда – слишком рано или уже поздно. Не впадайте в отчаяние и не переживайте. Он пошлет вам правильного человека в правильное время. Да, вам бы хотелось, чтобы это случилось сегодня, в крайнем случае – завтра. Такова природа человека, но будет не так, как вы хотите, а так, как должно быть и как для вас лучше. Это может произойти, когда вы окончательно утратите надежду, или когда сдадитесь и решите, что никогда не встретите свою любовь. Это может произойти, когда переживете очередной болезненный разрыв и вынесете очередной жизненный урок. Это может произойти после того, как в который раз разочаруетесь в тех, кого любили и доверяли. Через все это вы прошли не просто так. Бог хотел, чтобы вы осознали, чего хотите и кого ищете. Это понимание должно происходить с глубины души и приходит не сразу. И только когда вы встретите своего единственного человека, поймете, почему с другими ничего не получалось. Неожиданно вам все откроется. Неожиданно сойдутся все пазлы. Вы поймете, почему пришлось пройти через все эти трудности и почему пришлось встречаться с теми, кто приносил лишь боль. Вы поймете, что вам столько раз разбивали сердце для того, чтобы подготовить к самой важной встрече в жизни. Для того, чтобы вы узнали этого человека и не прошли мимо. Чтобы вы узнали его среди миллионов лиц. Сердцем. Как же вы будете счастливы и благодарны. Благодарны за каждую потерю и расставание, которые виделись вам когда-то концом света. Благодарны за все те одинокие вечера, когда казалось, что вы больше никого не встретите. За каждый раз, когда Бог забирал с вашей жизни токсичных и нехороших людей. Поэтому, пожалуйста, не теряйте веры в Бога. Поверьте, Он все видит. Он никогда не забывает о нас. Он готовит эту встречу для каждого, с единственным человеком, которого искали всю жизнь. Все будет хорошо. Доверьтесь Ему. Продолжение следует...